Недалеко от Садового кольца посреди обычных многоэтажек стоит бревенчатый терем. Это дом художника-сказочника Виктора Васнецова, чудом сохранившийся уголок старой Москвы. Построен в 1894-м по личным эскизам мастера. Внутри всё дышит атмосферой Древней Руси. Васнецов принадлежал к старинному роду священников из Вятки. В центре гостиной – стол времён Петра I. За ним собирались многочисленные гости. Репин, Поленов, Врубель, Левитан, Чехов и даже Шаляпин. Не случайно он построил для себя такой дом, как сказочный терем. И убранство комнат тоже выполнено в той же стилистике. Он хотел и в жизни притворить то, что изображал на своих картинах. Ведь в это время он становился одним из самых известных художников-сказочников. Он начал это направление в живописи, по сути. На втором этаже – мастерская с огромными окнами. Здесь Васнецов писал крупные картины. Вот его кисти длиной около метра. А это стремянка, с помощью которой мастер работал на высоте. На стенах последней работы – цикл картин поэма «Семи сказок». Сивка-бурка, царевна-легушка, Кощей-бессмертный. Самая большая – спящая царевна. Два на четыре с половиной метра. Её Васнецов создавал почти 40 лет, закончив лишь в 1926 году. Над этой серией картин он работал в годы войн и революций. Очень характерно, что он писал именно сказочные произведения. Но это не были иллюстрации. С каждой сказки есть выход в религиозную плоскость. Например, здесь таким выходом стала маленькая девочка, которая уснула на очень интересной, необычной книге. Мы даже название её прочитать можем. «Голубиная». По преданию, эта книга была спущена к нам с небес, но открывается она не всякому, а только чистому сердцу, которое есть, например, у этой маленькой семилетней девочки. Из-за размеров эти картины никогда не покидали пределов мастерской. Увидеть их могут лишь гости дома Васнецова. Если приглядеться, все царевны на одно лицо. Моделью служила племянница художника Людмила – талантливая певица и пианистка. Благодаря ей, а также другим членам семьи, дом Васнецова со всей коллекцией сохранился до наших дней.